Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхнекамья в студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы вам расскажем сегодня. Живое общение. Кубернатор Прикамья в ходе своего визита в Березнике ответил на самые злободневные вопросы горожан. Новые лица. Накануне в Березниковском драмтеатре прошла первая пресс-конференция нового худрука и нового актера. Лыжи, бег, велосипед. Юные березниковские спортсмены открыли сезон зимнего триатлона. Накануне мы рассказывали о визите губернатора Пермского края в Березники. Максим Решетников посетил строящийся жилкомплекс Любимов, Ледовый дворец, пообщался с чиновниками и строителями. А под конец рабочей поездки глава региона заехал в культурно-деловой центр и поговорил с горожанами. Прозвучало более десятка вопросов на темы капремонта, газификации, отопления, транспортной реформы, здравоохранения. Предлагаем посмотреть, что отвечал губернатор в нашем сюжете без комментариев. Рад снова встречу с вами. Мне кажется, я уже в третий раз выступаю на этой сцене. И такая традиция формируется. Пожалуйста, поднимайте руку. Ломоносова, 147. В этом году должен был проводиться капитальный регион. Когда это все будет сделано и потом расселят, пока у него нет. Либо еще что-то. Какие будут приняты действия. Повершу время подойти и отработать. Я правильно понимаю, это один из 65 домов, которые так часто отконтрактовали с выполнением работ на следующий год. Сергей Петрович не хочет, но сделает над собой усилие. Я думаю, он чуть-чуть не разъяснили. Я в администрацию обращался к этому вопросу, чтобы в доме не знали, что мне администрация означает, что нашим жильцам лучше собрать КСЖ и оплачивать капитальный регион, что он самим. Ну да, но здесь в арене признать его нельзя, просто нет оснований для этого. Но берите под управление тогда, что это то же самое. Берите очень. По всем таким домам составьте перечень, передавайте своей управлялкой. Значит, если надо, там будет. Вот лучше на это помогу, хотя у вас есть свой бюджет. Выделяйте деньги, приводите в порядок. Наши проблемы больше 8 лет. У нас выросли... Тарифы на транспорт. Тарифы на транспорт, все правильно. Мы обещали сделать единую, так сказать, систему тарифов на всей территории Березняков. Не будет доступного в экономическом плане общественного транспорта, значит, это значит, например, что не будет доступна медицинская помощь. Добраться до города дорого, просто 150 рублей в одну сторону, 150 в другую. Вот визит по расчету 300 рублей, да. После этого мы говорим о бесплатной медицине. Какая она так бесплатная, так? Поэтому надо вводить, возвращаться к советской, по сути, системе регулирования общественного транспорта. И мы к этому возвращаемся. Как нам все-таки ждать этого движения? Я думаю, что... Ну, давайте так, мне, значит, сложно за коллег думать. Но я думаю, что в 20-м году мы должны, значит, эту систему внедрить. В спортивной школе летающей лыжи, обращаясь к вам с самолейшим вопросом... Про переход? Да. Последние ответы мы получили в ноябре 2018 года о том, что при поддании 2019 года объект будет сдан в эксплуатацию. Но работы там даже не начинаются. Майя, июнь, майя, июнь, следующие годы обещают все сделать. У Сольского центрального родительца объединяется больницей и метро-баймара. У Сольского подразделения 6 единиц передвижных автомобилей. Березовка, Романово закрыты на сегодняшний день. Остро стоит вопрос по поселку Шемейный. Около месяца автомобиль не исправен. Он обслуживает 5 населенных пунктов. Три автомобиля. Срок эксплуатации больше 10 лет. Автомобили повышены проходимостью у вас. Но тем не менее, можно сказать, они не исправны в состоянии. Автопарк общий это Александр, Сури и Близнякин. На самом деле, он достаточно изложен. Сейчас делаем на усолье дополнительные две машины. Они ремонтируются в настоящее время. Я думаю, что на следующем этапе не запустят. На последнем в этом году заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ввели особый противопожарный режим на новогодние каникулы. Обсудили закрытие доступа в расселенные дома и подвели итоги за год. Сергей Коленик продолжит. В целях недопущения пожаров в новогодние и рождественские праздники предлагаем ввести на территории муниципального образования город Березняки особый противопожарный режим. С 27 декабря по 20 января огнеборцы будут работать в усиленном режиме. В зданиях, где будут проходить массовые праздничные мероприятия, необходимо проверить эвакуационные выходы, гидранты и огнетушители. Провести беседы с неблагополучными, а также многодетными семьями в гостинках и общежитиях. На предприятиях должны провести дополнительные инструктажи по безопасности. В новогодние праздники предлагаем усилить контроль за очисткой от снега автомобильных дорог, тротуаров, а также подъездов к пожарным гидрантам и домам, то есть, чтобы не было препятствий для подъезда пожарной техники. Огнеборцы долгое время бьются с администрацией по поводу свободного доступа посторонних лиц в расселенные дома. Только за последние два месяца в них случилось 8 пожаров. В основном возгорание происходит на Ленина 24, Индустриализации 6 и Льва Толстого 66. Большую проблему обозначает дом Льва Толстого 66. За период 6 декабря произошел пожар в площадь 90 квадратных метров, 9 декабря в площадь 5 квадратных метров, 14 декабря в площадь 30 квадратных метров. Свободный доступ до сих пор в расселенных домах есть, пожары происходят. Просим ограничить доступ к домам или организовать патрулирование в расселенных домах. Приблизим свои патрули к этим домам, потому что все равно мы их в ближайшее время снесем. Месяц-полтора еще максимум. Но это время, оно все равно праздничное будет привлекательно для лиц определенной категории. В администрации считают, ограничивать доступ нецелесообразно. Постройкам осталось жить недолго. Первые дома в списке на снос. Ленина 24, Индустриализации 6, Тельмана 20, Льва Толстого 66, Свободы 37. Есть одна существенная проблема, мешающая сносу Тельмана 20 и Свободы 37. Газопровод. Мы не можем прямое указание давать, да, там Газпром все-таки сторонняя, говорится, не муниципальная, поэтому мы пишем всегда рекомендуем вот такие работы провести. Согласится ли Газпром за свой счет сделать проект и перенести свое имущество в обход сносимых домов, пока не ясно. Сергей Каленик, Степан Екрасов, Новости Верхнекамер. Одна голова хорошо, а две еще лучше. В Березняковском драматическом театре состоялась первая конференция исполняющего обязанности художественного руководителя Петра Незлученко и нового актера Дмитрия Плохова. Что известно о гостях из Серова, расскажем в следующем сюжете. Петр Незлученко приехал из маленького городка Серова на севере Свердловской области. В минувшие выходные Петр уже представил зрителю свою первую режиссерскую работу с березняковской труппой. Спектакль UFO – это история людей из разных стран мира, от США до Австралии после контакта с инопланетянами. Я, грубо говоря, в принципе в этом спектакле ничего не сделал. Все сделали артисты. Я с ними только разговаривал. Ну и вот мы собрали какие-то между этими монологами переходы, чтобы это все было органично. Последние шесть лет Петр был главным режиссером Серовского театра драмы. Под его руководством череждения номинировали на «Золотую маску» в 2015 году. А спустя три года в номинацию попал и сам Петр. Не успел новый режиссер приехать в Березняки, как уже попросил новое здание театра у губернатора. На последние встречи главы региона с горожанами. В ближайшее время я вас, наверное, огорчу и скажу, что маловероятно. Почему? Потому что у нас очень большие долги по строительству. Потому что идет развитие. Поэтому давайте, может быть, за периодом 2021-2022 года, может быть, что-то подумать об этом. А сейчас посмотрим просто по улучшению пока хотя бы той базы, что есть. Новый режиссер привез с собой и нового актера Дмитрия Плохова. По словам Петра, есть режиссеры, которые без некоторых артистов работать практически не могут. После ухода Незлученко из Серовского театра некоторые актеры просили с ним. Но Петр позвал в Березняки пока только Дмитрия Плохова. Меня устраивает картина мира, представленная Петром. Это определенный уровень какой-то жизненной правды. Определенная философия жизненная. Мне интересно работать в спектаклях этого режиссера. Спектакль «ЮФО» появился из ничего случайно и даже не был запланирован в репертуаре театра. А приставка ИО в должности Незлученко пропадет лишь после следующего спектакля, подготовка к которому начнется уже в январе. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости Вертникамье. В 2020 году россиян ждут перемены. В силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января. Изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, покупателей супермаркетов. О некоторых изменениях расскажем в рубрике «Новости коротко». С 1 января вырастут цены на вино. Это связано с повышением акцизов. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр. Закон направлен на поддержку отечественных производителей. Однако в связи с дефицитом российских материалов, новое правило могут привести к росту розничных цен на вино, считают эксперты. В итоге, по их оценкам, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от 5 до 10%. Подорожают и автомобили. Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Максимальное повышение ставки произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110%. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше 1 литра сбор увеличится на 46%. Для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литров на 145%. Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили. В новом году запретят ездить на новых автомобилях без номеров. Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается 10 дней. В течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общественного пользования без номерных знаков. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер. Автосалоны получат статус специализированных организаций и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами. Туалеты на вокзалах станут бесплатными. Пассажиры поездов, встречающие и провожающие лица смогут насладиться новшеством уже с 1 января. Это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы. Новости коротко подготовил Сергей Каленик. Далее сделаем паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. В Березняковском музее открылся новый выставочный зал пространства культурного наследия. А первым проектом в новом пространстве стали Березняки театральные. Ведь уходящий 2019 год был объявлен в России годом театра. На открытии побывала наша съемочная группа. Сегодня у нас во дворце праздник. Открытие выставочного зала пространства культурного наследия. В этом году художественной галереи музея 15 лет. А подарком учреждению стало открытие нового выставочного зала. На его создание потребовался целый год. На первой выставке работы березняковских художников, работавших над театральными и балетными постановками в разные годы. Станковая живопись, театральные костюмы, эскизы к постановкам и многое другое. Ежегодно мы принимаем несколько десятков тысяч посетителей. Это и горожане, и гости из других городов нашей страны, и даже других стран мира. И мы не сомневаемся, что большой популярностью будут пользоваться и те выставки, которые будут открыты в новом пространстве. Новый зал почти на 15% увеличил выставочное пространство музея. Тут и мобильные передвижные витрины, и проектор, позволяющий добавить в любую выставку цифровое изображение. Успевайте посетить выставку «Березняки театральные» до 2 февраля. Подарок от малышей. Ребята из детского сада номер 44 каждый праздник встречаются с ветеранами. И в преддверии Нового года малыши вновь подготовили для пожилых людей небольшую концертную программу. Мама лозом спавится со смешанным чутьем, а с ним мужских васавицей мы песенку споем. Озорные гномики и маленькие принцессы с удовольствием поют и танцуют перед бабушками и дедушками. Да так зажигательно, что тяжело усидеть на месте. Пара минут, и вот на импровизированном танцполе веселятся и старый млад. Встреча ребят с ветеранами уже стали доброй традицией. В формате небольших концертов или живого общения они собираются практически на каждый праздник. А началось все с утренника осенины у рябины, когда воспитанники детского сада номер 44 пригласили пенсионеров к себе в гости. Дети были подготовительной группой, они играли в народные игры, ручеек, лоточек, воротики. Очень тепло получилась эта встреча, и поэтому они решили нас приглашать на все совместные мероприятия. Важность таких встреч нельзя недооценивать. Старики делятся воспоминаниями о жизни, отвечают на вопросы ребят. И от них, в свою очередь, узнают много нового о современном мире. Малышам же общение со старшим поколением приносит массу новых впечатлений. Дети прекрасно реагируют. Они потом так много рассказывают и своим родителям, и своим друзьям в детском саду. Прямо действительно 21 век в них, в их глазах просматриваться. Почему? Это не сравнительно, как росли. Дети нашли все. Дети просто эрудиты. Канун Нового года ветераны микрорайона номер 6 решили сами пригласить деток к себе на праздник. И отблагодарить их за сотрудничество добрыми словами и сладкими подарками. Мы благодарны детскому саду, коллективу в лице заведующей Шпилевской Ирины Владимировны. Очень даже они нам вдохновляют нас, поднимают настроение. И вот связь с поколениями, конечно, для нас, ветеранов, очень важный диалог. Вместе с ребятами из детского сада номер 44 с наступающим Новым годом ветеранов поздравили Влада Фельская, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. А ребята постарше открыли сезон триатлона. Десятки воспитанников школы «Летающий лыжник» провели первые соревнования, открыв зимний сезон. На старте побывала и наша съемочная группа. На старт зимнего сезона по триатлону вышли 75 спортсменов. Практически все они – воспитанники спортивной школы «Летающий лыжник». Один участник из Александровска. Долгие месяцы спортсмены вместо лыжи занимались в бассейне. А теперь коньковым входом разрезают снег на трассе в Новожилове. Тренироваться, нравится кататься прикольно зимой. Редко так можно такое удовольствие получать от катания зимой. Здесь есть разнообразие. Катаемся везде. В зимнем троеборье бег, заезд на велосипеде и лыжи. Все три этапа участники проходят без перерывов. Первый – забег на один или два километра в зависимости от возраста. А дальше нужно быстро переодеться и сесть на велосипед. На велосипеде спортсмены едут 4 километра, а завершая трассу – забегом на лыжах на 3 километра. Алиса Придейна показала результат чуть больше 30 минут. Таким результатом рада и она, и ее мама. Трудности были в лыжах, потому что некоторые участники не пропускали. А так во всем остальном нормально было. Но ты какой результат показала? Вы уже знаете? Нет, результат не знаю, но я его улучшила хорошо. Много чего пробовали, все быстро надоедает. Здесь разные виды спорта, поэтому вот так получилось, что именно то, что надо, видимо. Соревнования проводились в индивидуальном зачете. Стоит отметить, что из 75 участников четверо не справились задачи и сошлись с дистанцией. В основном – это начинающие спортсмены. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникаме. Мы продолжаем нашу новогоднюю викторину. Каждый день мы будем задавать вам вопросы о самых значимых и обсуждаемых событиях 2019 года. Тот, кто первым правильно ответит на вопрос, получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Итак, внимание на экран. Накануне мы задавали вопрос, в каком месяце в Рябиновом сквере появился арт-объект «Древорода». Правильный ответ – в апреле. Первым правильно ответила на вопрос наша зрительница Ольга Лобачева. Мы обязательно вручим ей подарок, а пока новое задание. В этом году был капитально отремонтирован участок улицы Пятилетки от проспекта Ленина до Карла Маркса. Строители обновили не только проезжую часть, но и тротуары. Расширили парковочные карманы, установили новые фонарные столбы. Внимание, вопрос. Какова длина этого отремонтированного участка? Свои ответы присылайте на короткий номер 4647 в виде смс. В начале текста не забудьте поставить число 59. Завтра мы скажем правильный ответ и определим победителя дня. До Нового года осталось 13 дней, и мы продолжаем наш кулинарный марафон рецептов для праздничного стола. Интересно, что же в этот раз на своей кухне придумала наш корреспондент Евгения Кокшарова. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем готовить новогоднюю закуску. Если вчера мы делали салат из изысканных продуктов, это помидоры черри, авокадо, руккола, то сегодня ингредиенты попроще. Лаваш, зелень, творожный сыр и среди них королева лососевых и дальневосточная чавыча. Я выбрала копченую. Берем лаваш, разворачиваем и намазываем творожным сыром. На него, как мозаику, выкладываем копченую чавычу, которую мы тонко нарезали. Мелко рубим укроп и петрушку. А теперь лаваш с рыбой и сыром посыпаем зеленью. После самая ответственная часть. Кручу, верчу, рулет скушать хочу. Хотя отведаем мы его еще не скоро. Нужно завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник на 3 часа. Придется подождать. Сливочный сыр и копченая рыбка – это вот прямо классика. Такую простую закуску сметут со стола в первую очередь. Это проверено уже не раз. Лично мной. А секрет такого успеха в правильно подобранной рыбе мы взяли чавычу в любимой березняковцами рыбной лавке. Если хотите повторить наш рецепт на Новый год, то запасайтесь рыбкой и храните ее при минусовой температуре. Потому что эта рыбка северная, она очень любит холод. В холодильнике ей жарко, а в морозилке или на балкончике сейчас будет самая оптимальная температура. То есть вы ее положили в морозилочку, буквально перед Новым годом достали ее, и удобно будет делать вам нарезочку. Рыбка будет более плотная, будет удобно нарезать. И вкусно, и свеже, и красиво. Точно таким же образом сохранится и нерка, и белорыбец, и кунжем ваша сестра Чавыча. В этот раз ее привезли в вакуумной упаковке. В готовом филе совсем нет косточек. Вся рыбка коптится по старинным рецептам в кирпичных печах на опилках яблони, ольхи и вишни. Ну и, конечно же, ни один праздничный стол новогодний не обойдется без икры. Икра у нас, как вы видите, отменная, красивая, вся плотненькая, сухенькая. Икра у нас сейчас вот дикого лосося. В тарталетках или на бутербродах, икра, как гирлянды или мандарины – такой же символ наступающего праздника. Закуски с камчатскими деликатесами будут отлично сочетаться с горячим рыбным блюдом. А его можно приготовить из свежемороженной рыбы. Холодильник полон продукции в вакуумных упаковках. Качество налицо. Если вы еще не закупили дальневосточные вкусности, металлида рыбак Камчатки ждет вас. Рыбная лавка рыбак Камчатки останавливается только в Деколенина. В этот раз она пробудет у нас до пятницы, 20 декабря, включительно. Евгения Кширова, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья. Это были главные новости Верхнекамья. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхнекамья ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго. Кудесник сообщает об открытии нового салона дверей и окон по адресу проспект Ленина, 59. Уникальные входные и межкомнатные двери от производителей в наличии и под заказ. Доступные цены в честь открытия. Приятные скидки, подарки. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 16 по 20 декабря в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – автосалон «Лада» «Березники». Ближе – значит лучше, покупая автомобили «Лада» в «Березниках» у официального дилера на «Ленина» 31А. Спонсор прогноза погоды – сеть клиник «Медси» «Медлайв» в Перми. 19 декабря в Пермском крае синоптики прогнозируют пасмурную погоду, временами небольшой снег. В Александровске – минус 6 градусов. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 7. В Соликамске – 6 градусов ниже нуля. В Березниках в четверг температура воздуха ночью – минус 6 градусов. В дневные часы – 5 градусов мороза. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – 3,6 метров в секунду. 19 декабря солнечная активность слабо возмущенная, геомагнитное поле неустойчивое. Кудесник объявляет акцию только в этом месяце специально для экономных. При покупке входной двери с установкой скидка на внутренние откосы из ГКЛ 50%. Ленина 59 и пятилетки 36. Только с 16 по 20 декабря дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красная икра. От производителя «Рыбак Камчатки». Город Березники до Каленина. Улица Ленина, 50. С опытом приходишь к выводу, что отечественный автомобиль может быть очень современным. Не надо далеко ехать за новенькой «Ладой». Можно вообще не ехать. До салона «Лады Березники» можно дойти, а из салона уже уехать на своем автомобиле. Полный модельный ряд. От доступной «Гранта» до «Дерской Веста Спорт». Включая версии «Кросс», которым вы будете так благодарны на наших дорогах. «Лады Березники». Мы рядом. Значит лучше. Счастье видеть. В клинике «Медсимедлайф Перми» лазерная коррекция зрения от 125 рублей в день. 259-99-03.